Добрый день дорогие друзья! 30 мая на канале ОТР будет транслироваться концерт народного артиста России Владимира Винокура и его театра пародий. Владимир Винокур блестящий певец и великолепный пародист, но в то же время он сильный драматический актер и все эти таланты сочетаются в него весьма органично, но, пожалуй, главной особенностью его таланта можно назвать то, что его сложно ограничить четкими ранками одного какого-либо жанра. Владимир Винокур стал любимым миллионом своих поклонников как в России, так и далеко за ее пределами, благодаря неисчерпаемому обаянию, искрометному таланту и чувству юмора, и он всегда любим и желанен в каждом концертном зале. За свой творческий труд он получил большое количество престижных наград и званий, но, пожалуй, главной наградой для него была возможность создания собственного театра пародий, которым он руководит по сей день, и театр пользуется огромным успехом как в России, так и далеко за ее пределами. Но всегда интересно узнать, а как же формировался характер будущей звезды? Родился Владимир Винокур 31 марта 1948 года в Курске в еврейской семье. Прадед был владельцем винокуренного завода в Белоруссии. Дедушка делал заготовки для обуви и играл в еврейском театре. Пародийные роли был блестящим певцом, так же, как и бабушка, которая тоже играла в этом театре. Отец Владимира Натановича был в Курске уважаемым человеком. Он был руководителем треста промышленного строительства. Он был мудрым человеком, оберегал и помогал советами всех друзей своего сына, естественно, самого же Володю. Мать была учителем русского языка и литературы и была руководителем класса, в котором учился ее сын. Вокальные данные Владимир проявил еще в детстве. Он пел в хоре Курского дворца пионеров. На одном из областных конкурсов хор, в котором солистом был Владимир винокур, одержал победу. И Володю наградили поездкой в Артек, где он познакомился с Семеном Дунаевским, старшим братом Исаака Дунаевского. Там же он принял участие в международном вокальном конкурсе и исполнил песню «Бухенвальский набат», за которую получил аж золотую медаль из рук самого Юрия Гагарина. В 1963 году винокур поступает в монтажный техникум, параллельно обучаясь заочно на дирижерско-хоровом отделении музыкального училища и мечтает о сцене. Поэтому подает документы в ГИТИС. Он блестяще проходит три вокальных тура, но, к сожалению, на руках не имел аттестата о среднем образовании, ведь в колледже экзамены должны были быть только осенью. Когда приемная комиссия обнаружила этот казус, на этом вступительные экзамены для молодого человека закончились. Но в 1967 году Володю призывают в армию, и он служит в ансамбле песни и пляски Московского военного округа. По окончанию службы он вновь подает документы в ГИТИС, куда его, конечно же, с большой радостью принимают. Обучаясь в ГИТИСе, он два сезона работает в цирке на Цветном бульваре. Когда Володя учился на четвертом курсе, его заметил художественный руководитель Московского театра Аперетты Георгий Анисимов и предложил работу. В этом храме искусств Владимир Натанович проработал два года. Но с 1975 года он выступает самоцветами Юрия Маликова, читая монолог «Осечка», в котором пародируют голоса Владимира Высоцкого, Анатолия Попанова, Муслима Магомаева и Николая Сличенко. Выступая самоцветами, он произвел впечатление на тогда работающего министра культуры Петра Демичева. И Демичев назначает небывало высокую ставку концертную молодому артисту в 20 рублей. В то время начинается борьба правоохранительных органов за выявление незаконных доходов в сфере развлечения. И молодому артисту пришлось долго оправдываться за свою высокую концертную ставку. В 1977 году с монологом про старшину Ковальчука, автором которого является Леонид Якубович, он становится лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады. И тут начинается его сольная карьера. Будучи солистом Москонцерта, он много гастролирует как в России, так и далеко за ее пределами. Он выступает в Болгарии, Чехословакии, в Соединенных Штатах Америки, Мексике, Германии и многих других странах. В 80-е годы прославили его пародиями на Льва Лещенко, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Боярского, Карила Готта и многих других звезд эстрады того времени. По словам Линакура, он первым сделал пародию на Михаила Горбачева и прочитал эту пародию в присутствии Михаила Горбачева. Горбачеву пародия очень понравилась. А после победы юмориста Михаила Евдокимова на губернаторских выборах в Алтайском крае Винокуру предложили баллотироваться на пост губернатора Курской области, но Винокур отказался. Время доказало, что решение было верным. Вообще Винокура можно назвать мудрым человеком. Именно он посоветовал Илье Кляверу взять фамилию жены в качестве сценического псевдонима. И после этого карьера Ильи Олейника пошла в гору. В 1989 году Винокур создает свой собственный театр, театр пародий. И, как я уже говорила, руководит этим театром. По сей день театр пользуется огромным успехом, имеет большое количество поклонников как в России, так и далеко за ее пределами. Надо сказать, что Винокур считает себя счастливым человеком. И, наверное, это так. Жизнь и судьба подтверждение тому. В его жизни было несколько случаев, которые могли бы закончиться трагически. Но судьба берегла народного артиста. Первый произошел в Афганистане. Когда Владимир Натанович выступал перед воинами интернационалистами, разорвались два снаряда. Артист застыл от страха на сцене. Но один снаряд разорвался перед эстрадой, а второй после эстрады. Еще один случай произошел, когда с концертной бригадой Лев Лещенко и Владимир Винокур должны были на корабле адмирал Нахимов добраться до Сочи. Но Лещенко срочно вызвали на правительственный концерт в Москве. И Винокур добрался до Сочи наземным транспортом. Но с адмиралом Нахимовым произошел трагический случай. Третий же раз судьба хранил Винокура в Германии, когда он попал в сложнейшую автокатастрофу. Несколько месяцев пролежал в больнице, получил несколько серьезных травм. Но тем не менее он остался в строю. Как я уже говорила, талант Винокура многогранен. Кроме театра, он еще снимается в фильмах на его счету пять успешных ролей. Он озвучивает мультфильмы. Он автор двух книг. Итак, нам с вами посчастливится на канале ОТР в записи посмотреть концерт народного артиста России Владимира Винокура и его театра пародий. Концерт театра пародий Владимира Винокура – это всегда встреча добрых друзей для удовольствия публики. Номера артистов театра разнообразны и непредсказуемы. Во время концерта нас с вами ждут и яркие юмористические номера, и интересные вокально-пародийные номера, главным действующим лицом которых, конечно же, является сам Владимир Винокур. Программа театра настолько радостная и веселая, что после каждого концерта у каждого буквально зрителя остаются теплые и добрые воспоминания. Молодые пародисты позволяют нам с вами за один вечер побывать на концертах любимых звезд нашей эстрады. Пугачева и Киркоров, Тимати и Лепс, Бабкина и Кадышева, Аллегрова, Валерия, Лещенко, Градский – вот лишь толика персонажей, которые проходят перед нами за один концерт. Итак, 30 мая на канале ОТР состоится в записи концерт народного артиста России Владимира Винокура и его театра пародий. Следите за анонсами передач, оставайтесь с нами, будьте здоровы и счастливы, и до новых встреч!